В ночь с 22 на 23 февраля текущего года 20-летний тюменец, отпразднувший День защитника Отечества, решил добраться до дома на попутки. Остановив автомобиль иностранного производства, в котором находилась компания молодых людей, молодой человек договорился доехать до дома за условное денежное вознаграждение. Во время поездки в районе улицы Мельникайте машина заехала в неосвещенный переулок, где водитель, угрожая пистолетом, потребовал от пассажира отдать ему телефон, деньги, пластиковые карточки, а также сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку. Так как, чтобы не останавливаться на дороге и не привлекать внимания, заехал в темный переулок, остановился и сидя в машине, не выходя из него, сказал, чтобы он не выходил. При этом я открыл дверь, в боковой дверце у меня лежал черный пистолет пневматический, взял пистолет, обошел машину, подойдя к двери, не открывая ее, положил пистолет на крышу, открыв дверь, я увидел, что он держит телефон. Телефон? Телефон забрал? Телефон забрал. Деньги, карточки пластиковые забирал? Кошелек, там были карточки пластиковые, деньги. После чего пассажира выкинули из автомобиля, а компания молодых людей скрылась. О случившемся молодой человек сообщил в полицию. Получившее сообщение дежурной смены Центра управления силами и средствами в МВД России по городу Тюмени, были определены возможные передвижения машинных злоумышленников, на которых были выставлены наряды комплексных сил полиции, а сотрудники групп немедленного реагирования в это время уже обследовали ближайшие дворовые территории. Кроме того, оперативными сотрудниками также уже была установлена личность злоумышленника. В результате комплексного взаимодействия автомобиль был установлен, а компания молодых людей задержана во время того, когда пыталась обналичить денежные средства в одном из банкоматов областного центра. В настоящее время установлено, что преступление было совершено 19-летним водителем, являющимся студентом одного из высших учебных заведений областного центра, который в настоящее время сознался о совершенном преступлении. Тем не менее, по факту вооруженного нападения возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.